Празднуйте свои достижения! Американский гимнаст Барт Коннер занимался спортом с детства и вскоре стал самым молодым членом Олимпийской сборной команды США на летних Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Во время учебы в Университете Оклахома он занимался под руководством тренера Пола Цирта, который был критично настроен по отношению к спортсмену, говорил, что у него плохо гнется спина и ему с трудом удаются акробатические элементы. Коннер не обращал внимания на критику и продолжал увлеченно тренироваться, делая ставку на свои сильные стороны. Он быстро прогрессировал и в 1979 году выиграл титул чемпиона мира на брусьях, применив новый прием – вращение Коннера. Несмотря на бойкот с Соединенными Штатами Олимпийских игр 1980 года в Москве, Коннер был первым отобран в сборную по гимнастике. Но произошло несчастье. В декабре 1983 года, за 8 месяцев до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, во время тренировки Коннер порвал левый бицепс. Сказалась старая травма. Он прошел через операцию и интенсивную физиотерапию, потому что очень хотел выступать и не собирался сдаваться. Получив место в сборной, продолжил интенсивные тренировки и помог своей команде завоевать золотую медаль. В индивидуальном виде спорта на своих любимых брусьях он получил одни десятки и еще одну золотую медаль. В телевизионном интервью его спросили, как это у него получилось. И Коннер ответил, что прежде всего благодарен своим родителям. «Ну же, Барт!» – сказал журналист. «Это не оригинально. Все, кто завоевывал золотую медаль, всегда благодарят своих родителей». Но Коннер с ним не согласился. «Знаете, каждый вечер перед сном родители спрашивали меня, каких успехов я добился за день. Я каждый вечер ложился спать, помня, что в этот день я чего-то добился. С этим же чувством я просыпался утром. Когда перед Олимпийскими играми получил травму, я знал, что все равно буду участвовать в соревновании, потому что я добивался успеха каждый день». Отмечайте свои успехи, друзья. Празднуйте достижения и ощущение счастья станет вашим образом в жизни. Помните о том, что умеете делать очень хорошо и научитесь отлично справляться и с другими вещами. Отмечайте свои успехи и добьетесь еще больших успехов. Успех порождает счастливые мгновения, поэтому если человек учится искать источники счастья и радости, то он концентрирует на этом внимание и ждет успеха, и он обязательно его достигнет. Вы же сами все знаете, куда приковано наш фокус, наше внимание, на что у нас фокус, то к нам и приходит. «Что говорят по этому поводу мудрые люди?» «Чем чаще вы отмечаете разные достижения в своей жизни, тем больше поводов для этого вы будете находить». Опра Уинфри. «Цель нашей жизни – стать счастливыми». Далай-Лама. «Чтобы добиться успеха, вы должны желать успеха больше, чем бояться страха». Билл Козби. «Находите причины для радости, и новые поводы обязательно появятся». Том Питерс, писатель. «Мы живем в настоящем. Мы должны каждый день находить поводы для радости. Мы творим историю каждым своим делом, каждым своим поступком, каждым своим проектом». Мэтти Степаник. Юный поэт. Художник. Итак, какие же нам достижения стоит праздновать? Праздник, друзья, делает нас счастливыми. Поэтому нужно радоваться по любому поводу. Кстати, я хочу сказать, что в нашей семье есть такая традиция. Что бы мы ни сделали, что-то вот, ну, постирала я, да. Все идут, похлопали. Кто есть дома? Ну, если нету никого, значит, сама себе хлопаю. То есть, повод, да, радуюсь, я закончила, я сделала. Это уже с успехом одно дело сделано. Какие события в вашей жизни можно отметить? Подумайте хотя бы вот об этом, хотя бы несколько минут. И я вас уверяю, обнаружите массу поводов для праздника. Ну, реально масса найдется. Обычно нам представляется большое мероприятие, в ходе которого там мы отмечаем большие важные достижения, успехи, там, результаты всякие какие-то такие большие, да. Но зачем ограничивать себя вот этими рамками? Ну, потому что наша жизнь состоит каждый, каждый миг из каких-то достижений. Почему только вот что-то такое большое, огромное мы научились праздновать или нас приучили праздновать? Нет, не надо ограничивать себя этими рамками. Даже небольшие победы нужно отмечать. Выполнил там рабочее задание в срок? Отмечай. Ребенка приучайте. Написал даже первоначально одну строчку, вот первый класс пошел, одну строчку написал. Похлопали, молодец. Вот, это уже достижение. Следующая строчка. Написал там абзац и так далее, фрагмент. Замечательно. Или что-то другое. Может быть, вы немного постройнели. Вот, это повод для радости, это повод для того, чтобы отметить это достижение. Сегодня больше там прошли, чем в другой день. Вчера там полтора километра, сегодня прошли уже два километра. Вот, замечательно. Есть повод. Практически любое событие достойно того, чтобы его отметить. Ну, любое событие достойно. Потому что нужно дать понятию успех, широкое определение, очень даже широкое определение. И не забывать праздновать каждое достижение. Вот тогда вы будете чувствовать себя, ну, постоянно, знаете, как говорят, ну, нельзя же чувствовать себя постоянно счастливым. Но все равно, поводов для радости у вас будет гораздо больше. Далее, что нужно делать? Делать обязательно что-нибудь достойное праздника. Что это значит? Ну, знаете, лучшая стратегия, к сожалению, не всегда, конечно, осуществимая. Что каждый день иметь повод для праздника и готовиться к очередному успеху. Вот это, по большому счету, вот это была бы самой хорошей, самой лучшей, самой классной стратегией. Но у большинства так не получается. Поэтому старайтесь вот на следующий день всегда планировать нечто более значительного, чем вы сегодня сделали. И вы потом это будете с нетерпением ждать. Потому что, как говорят, что поднимает человека с постели, что способно его поднимать рано, утром, утром, ранним утром. Что способно его поднимать? То, что вот она ожидает с нетерпением. Поэтому поставьте, запланируйте себе на следующий день что-то такое, что вас прямо вот пружины из постели, да, вытолкнет. Вот, чтобы с нетерпением вы ждали вот это событие, этот праздник. Помните, что можно праздновать не только собственные достижения. У вас же есть дети, есть родные, близкие. Вот их успехи можно тоже праздновать. Если ваш муж, к примеру, там, или ваши дети, или ваши, у вас же и собаки, и кошки, вот, к примеру, мой муж дрессирует кошку. Вот, мы празднуем победу кошки, потому что она поднимается на задних лапках и просит, то есть на слово хорошо попроси, вот она поднимается еще выше. Вот это победа, это достижение для кошки. Мы празднуем достижение тоже для него, потому что он смог передать это, научить кошку. И так далее. Ну, это так, как один момент. Поэтому не забудьте отпраздновать, достигли в чем-то успеха вы, ваши родные и близкие, не забудьте отпраздновать с ними вот этот успех. И отмечайте еще достижения тех людей, с которыми вы лично не знакомы, но чья, может быть, жизнь вдохновляет вас, или чья-то карьера, может быть, или достижение вас интересует, вы бы хотели перенять что-то. Отмечайте новые достижения в звезд кино, если уж так хочется, спортсменам. Кстати, многие же и отмечают правильно, вот, идут на футбол, там, или на хоккей, или еще куда-то. Уже не только хоккеисты, футболисты и так далее отмечают, там фигуристы отмечают праздники, но и обычные зрители. Поэтому это тоже вот своего рода достойная праздника, да. Чем шире будут рамки, тем больше появится у вас поводов для праздника, и, соответственно, тем счастливее вы будете. Конечно, тем счастливее вы будете, а счастье, друзья, требует праздника. Как один успех ведет к другому, так и счастье порождает еще большее счастье. Ну, вы знаете, вот, говорят же, конечно, не хочется сейчас про грустном, да, но беда не приходит одна. Так и счастье тоже не приходит одно, понимаете. Счастье порождает новое счастье, большее счастье. Чем больше счастья в вашей жизни, тем больше его хочется, и тем больше вероятность того, что вы его получите. Отмечайте события, которые заставили вас испытывать счастливые мгновения. Помните, что вот даже сами по себе вот эти моменты счастья, они повод для праздника уже. Сами по себе моменты, вдумайтесь, они уже повод для праздника. Если вам сегодня радостно, потому что вот мне частенько я работаю за компьютером, мне солнце светит, вот окошко ряда, солнце светит прямо в окно. Я радуюсь, как ребёнок, когда вот солнце. Поэтому вот даже если сегодня радостно, вот просто потому что светит солнце, отпразднуйте это событие. Если вы купили пачку бумаги для принтера, пожалуйста, чем не повод для праздника? Отпразднуйте. Повод может быть самым незначительным, но это не важно. Не важно, потому что действуя так, вы себе дадите возможность быть счастливым каждый день. Каждый день улыбаться, радоваться. Если вы будете ставить перед собой долгосрочные цели, то станете с нетерпением ждать будущего. Ну вот, как я уже и говорила, что будете выскачивать с постели и ожидать следующий день. И с удовольствием, конечно же, будете вспоминать прошлое, мгновения, прошлые моменты. Заведите, к примеру, дневник успехов. Можете в дневник всегда отмечать свои успехи, записывать и большие, и маленькие события. Кстати, можете записать и события, на которых вы, может быть, не стали бы обращать внимания, но вот если на них акцентировать, будьте внимания, они будут раз за разом возвращаться в вашу жизнь. Еще один такой маленький нюанс. Очень приятно потом открывать вот этот дневник успеха, перелистывать, перечитывать. Знаете, забывается многое, а потом, когда открываешь, это так на душе приятно, так на душе здорово. Ну и подведем итоги, друзья. Итак, что нам стоит сделать? Значит, нам стоит искать поводы для того, чтобы отметить очередной успех. Ищите поводы, и вы обнаружите очень много возможностей для хорошего настроения каждый день. Далее, ну, нужно отмечать не только большие достижения и результаты, но и все значительные события сегодня, именно сегодня. И создавайте новые на будущее, сами планируйте, сами планируйте, создавайте. Потому что поступая так, вы откройте для себя очень-очень много возможностей для праздника. Мы их очень часто пропускаем, вот эти возможности, маленькие, может быть, мы им не придаем такого значения, мы их пропускаем, не замечаем, не замечаем их вот в круговороте, вот в этом колесе жизни. И не замечаем, будни проходят у нас, как один похожий на другой, а нужно их разнообразить. И стоит вот это вот признать, вот эти возможности для радости, которые мы пропускаем, и обнаружатся, что в нашей жизни, конечно, всегда есть место празднику. Ну, на этом с вами я прощаюсь. Лайфхак, как говорится, закругляется. С вами была Анастасия Час. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, задавайте вопросы с радостью. С вами был Игорь Негода.